Благодаря динамичному развитию спорта в Славянском районе и укреплению его материально-технической базы, наш муниципалитет принимает престижные соревнования. Кубок губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике собрал именитых спортсменов из многих регионов России, которые приехали сюда, чтобы побороться за лидерство. Многие поклонники лёгкой атлетики с радостью пришли в Славянский спорткомплекс «Олимпийц», чтобы понаблюдать за состязаниями. Они смогли увидеть спортсменов высокого уровня, которые старались выступить в полную силу. 87 атлетов из 16 регионов России состязались за право стать сильнейшим в каждой из 11 дисциплин. На торжественном открытии соревнований всех собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я действительно следующее видеть будет возможность конкурировать, будет возможность соревноваться, будет возможность побежать. Я хочу вас просила вводя членов первого спортивного дума из-за самого дома. Начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин высоко оценил усилия района и всех ответственных служб по организации турнира. Спасибо Славянскому району за ту организацию, которую совместно с Генерацией логиатлетики, совместно с Министерством здесь организованы соревнования. Нам хотят приезжать, нам хотят приехать, посмотреть и показать свои лучшие результаты. Своим выступлением церемонию открытия украсили юные артисты и спортсмены. Субтитры создавал DimaTorzok После добрых напутственных слов участники соревнований разошлись по своим секторам. Статусные состязания на Кубок Губернатора проходят в Олимпийце не в первый раз. И для этого здесь созданы все условия. С каждым годом состав участников в своем спортивном мастерстве улучшается. На этих соревнованиях три заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта международного класса, большое количество мастеров спорта. Среди них олимпийская чемпионка Мария Лосискенни, прыжок в высоту, знаете, многократная чемпионка мира. Очень много участников, которые показали уже в этом году очень высокие результаты. Первыми на пьедестал почетов зашли спортсмены, выступившие в толкании ядра. Мастер спорта международного класса Максим Афонин стал лидером с результатом 19 метров 82 сантиметра. Свой вид спорта он любит и считает, что сможет добиться еще более высоких результатов. Начал заниматься просто легкоатлетикой с детства. Прыгал, бегал, занимался многоборной подготовкой. И потом увидел соревнования, как здоровые мужики, богатыри вышли и начали показывать результаты. И начал пробовать. И у меня без тренировок, грубо говоря, я поехал на первенство в России и получилось выиграть первенство в России юношеское. И после этого я начал уже так серьезно заниматься. Мы помимо того, что физически должны развиваться, мы должны быть поворотливые, взрывные. То есть мы делаем ту же самую легкоатлетику, это прыжки, бега постоянные, чтобы не превращаться в здорового, накачанного, какого-то неповоротливого. Мы должны быть очень резкие, взрывные. Соревнования прошли отлично, победой я доволен, результатом не очень доволен, хотелось бы подальше. Но будем стараться, впереди еще есть соревнования, будем стараться улучшать. Мастер спорта Снежана Трофимец впервые участвовал в этом турнире. И уверенно победила в толкании ядра среди женщин с результатом 17 метров 20 сантиметров. Я ядро толкаю больше 8 лет. Так выиграла зимний и летний чемпионат России в том году, всероссийскую спартаку среди сильнейших. В этом сезоне я тоже, конечно, настроена на победу и на результат. Первый раз здесь, очень понравилось, манеж хороший, результатом в целом довольна. В секторе для прыжков в длину у женщин вновь отлично выступила Екатерина Левицкая. Ее прыжок был далеко за 6-метровую отметку. Она улетела на 6 метров 56 сантиметров. На старте сезона этот результат может быть настоящим украшением состязаний. Екатерина очень любит свой вид спорта и выкладывается полностью. Я просто очень люблю то, чем занимаюсь. И все упорные тренировки, конечно. Просто люблю то, что делаю. Я очень благодарна организаторам. Очень хорошие соревнования. Красивые всегда, яркие. Болельщики всегда болеют. Очень приятно. Очень им благодарна за поддержку. Валерия Москвитина завоевала в прыжках в длину серебряную медаль с результатом 6 метров 25 сантиметров. А в Пятиборье она же взошла на высшую ступеньку пьедестала почета. Кстати, кубанские спортсменки заняли в этой дисциплине все призовые места. Я очень рада, что выиграла. Жаль, конечно, что не по личному результату. Но впереди будет старт чемпионат России. Надеюсь, что там будут личные рекорды. А так я, можно сказать, довольна. Обычно спортсмены тренируют один вид. Там, ну, может, два. А вот на Гоборе мы каждую тренировку тренируем 3-4 вида в одну тренировку. И мы настолько натренированы, что как только мы выполнили вид, мы сразу же забываем и переходим на следующий вид. Потому что важно собраться на каждый вид по-разному. Ветром пролетел Дмитрий Тимков по дистанции 60 метров. Преодолев ее за 6,67 секунды. Прекрасный результат, достойный такого турнира. Да, приятно, давно хотел победить. Уже там мой четвертый или пятый кубок. И все время какие-то отсечки бывали. Сейчас, наконец, в подготовке все нормально было. И для первого старта повторение рекорда соревнований. Я считаю, что очень неплохо, да. Мы с нашим тренером делаем упор на силу. То есть основной, вот у нас первый старт. И я разгружаюсь всего неделю. То есть за неделю до я делал довольно-таки серьезные тренировки. И поэтому я на данный момент думаю, что еще очень сильно могу спрогрессировать. Учитывая, что первый старт, опять же. Кто-то, наоборот, считает, что нужно бегать. Чтобы быстро бегать, нужно быстро бегать. Мастер спорта международного класса Оксана Гатаулина выиграла соревнования по прыжкам в шестом среди женщин со своим лучшим результатом сезона 4 метра 55 сантиметров. Славянская прыгунья Дарья Игнатова преодолела высоту в 4 метра 15 сантиметров и стала бронзовым призером турнира. В целом на соревнованиях были показаны высокие результаты в ряде дисциплин. Олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Лосицкене показала лучший результат российского сезона со второй попытки, взяв 1 метр 98 сантиметров. Спортсмены Краснодарского края завоевали на всероссийских соревнованиях на кубок губернатора Кубани 20 наград разного достоинства. 9 медалей в спортивный банк принесли женщины, 11 – мужчины. Впереди в этом году у легкоатлетов еще немало престижных соревнований. К ним идет подготовка с тем, чтобы наверняка добиться успеха. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.